Другой вопрос, в какой форме сейчас находится сам Руслан Семенов? Потому что сейчас третий раунд и он уже остановился. В первых раундах он буквально гонял Ягу из угла в угол, прессинговал, то сейчас уже, смотрите, потихоньку центр ринга начинает захватывать Келидзе. Третий раунд прошел. Более убедительно для Ягу Келидзе. Ты не нахуй, что блядь, пропускаешь, удары. Сам не бьешь, что блядь, защищайся или я ей что-нибудь покажу. Да, не зря стигнализировал Семенов, что был удар по затылку. Видим, действительно, зашел за левую руку соперника Келидзе и, значит, нанес удар немножко не по правилам. Семенов. Сад! Сад! Бокс! Видимо, Семенова сейчас в углу немножко подбодрили и очень активно он пошел вперед. Тренер Ягу Келидзе Андрей Синепупов просит не пережидать с ударом и встречать соперника. Когда останавливается россиянин, то он просто представляет из себя открытую мишень, по которой без труда удается попадать сейчас грузинскому боксеру. Ну, развития так у Яга Келидзе практически нет. Одиночный удар, даже если он точный, ничем не подкрепляется. Тут же возвращается на безопасную дистанцию Келидзе. Но это пока. Действительно, немножко пассивно сейчас себя ведут оба соперника. И Андрей Синепупов просит поработать. Наконец-то хорошая концовка в этом раунде. Держи. Держи. Долго выдаешь? Держи. Держи. Он помнишь, мол. Везде попал один раз, голову потерял. Шпала ему. Ну, активная, забота и все. Держи. 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 За последние четыре раунда можно было бы полностью уже изучить соперника Ягу Келидзе. Ничего сложного он себя, как видите, не представляет, особенно если держать его на дальней дистанции. Что сейчас старается делать грузинский боксер. При малейшем сближении мы видим, развития никакого нет. Боксеры тут же вступают в клинч. Это все правильно делает Келидзе, такая работа с мощным коренастым оппонентом, который норовит зарядить от всей души боковым ударом. оправданно, только бы поактивней. Вот хороший удар справа, ну и снова без развития. В общем-то уровень Руслана Семенова уже понятен. Все, на что он способен, мы уже увидели. Я не думаю, что он еще что-то сможет новое продемонстрировать. Ну а потенциал Яго Келидзе пока что не раскрыт, не полностью раскрылся в этом поединке. Яго он способен на большее. Интересно, улыбка сейчас отвечает на все точные удары соперника Руслан Семенов. Неизвестно, почему ему так весело. Я думаю, ему было бы веселее, если бы он провел точную удачную атаку. Закончен скромненький пятый раунд, но у нас еще осталось 3-3 минутки. Все левые удары, левые удары, под шагом чуть-чуть, настреливаю, он видит по линии широкие удары по поверхности. Яго, он тоже не такой же быстрый, он тоже встал. Хорошо стал передвигаться лево-вправо, а куда удары добавляешься. Покупить меньше, не только меньше, но плавься, плачь удары. Ты сам себя загоняешь. Виборо, что ты делаешь? Покупить! 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 Заринь, секунду, Антон! Не щас! Тoup 다шинь. Король первого тяжелого веса,dat именно,на эй весовой категории проходит поединок. Эээ, так вот король этого веса,Дэвид Хэй, так, вы знаете, объявил, rosin right D-icano, потому что переходит в супертяжелый вес, пытается он уже несколько раз. кинуть вызов Владимиру Кличко. Но для этого ему нужно, конечно же, провести несколько поединков в рамках супертяжелого веса. Напомню, что владел он титулами WBC, WBA и WBO. Так вот с его уходом сейчас нас ждут поединки за вакантные титулы чемпионов мира. Ну а по версии IBF чемпионом является американец Стив Кеннингем. Последнюю свою защиту провел против Муамера Хукича. Очень удачно нокаутировав того в последнем раунде. развеселил зрителей таким позерством сейчас российский боксер всем своим видом показывал, что он сейчас будет наносить удар. Но ему настолько стало смешно, что до этого дела не дошло. Спасибо. 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 Пошел без ударов вперед. Руслан и все-таки удалось встретить Ягу Келит за левым боковым соперника. на некоторое время эти удары стерли улыбку с лица соперника. Раунд похож на раунд Ничего нового мы не видим Ну и похоже не увидим уже до конца поединка Осталось два раунда Начал свою карьеру Руслан Семенов в 2005 году за прошедшие 19 поединков он успел встретиться с очень известными боксерами допустим с Гером Макатерчаном Этот боец в свое время пытался отобрать титул чемпиона мира у Джо Кальзаги правда неудачно В 2006 году в апреле Руслан Семенов приезжал в Киев где по очкам единогласным решением проиграл в шести раундах в шести раундах нашему Максиму Бурсаку Встречался Руслан Семенов еще с одним уже известным боксером кейту из промоушенс в Киеве в Палаце спорта проиграл техническим нокаутом в пятом раунде Автандил Курцит 3 4 5 6 7 8 готов сможешь сможешь бокс ну а последний бой свой Руслан Семенов провел в Донецке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова смор Destroy провал снег